привет все мои дорогие друзья сегодня с вами снова я владимир у меня на канале давно не было распаковок каких-нибудь гаджетов купленных с гербест алиэкспресс и сегодня исправляюсь потому что сегодня хочу показать вам очень классные наушники я долго ждал эту посылку без малого три недели это наушники от компании им не так у меня это уже четвертый комплект и сейчас я вам постараюсь объяснить почему они настолько сильно мне запали в душу и объясню чем отличается допустим комплект который заказывал полгода тому назад от текущего комплекта и так смены насадки это понятно кабель для зарядки уже понятно док-станция док-станция по сути это док где у вас заряжаются ваши наушники капельки беспроводные подключающиеся к телефону bluetooth и параллельно также независимо аккумулятор то есть эта штучка имеет свой собственный заряд которого хватает для того чтобы два раза зарядить ваши наушники это прям круто и вот эта вот штука который не было в первой базовой комплектации это уже наушники под эгиды спорт эдишн потому что я покупал для тренажерного зала себе и матери собственно мы вот полгода ходили с ними в тренажерный зал и вы знаете когда очень очень сильно потеешь вот прям вот знаете ну семь потов с вас льется вы бегали занимались кардио полтора-два часа они просто берут и как по маслу берут и спадывают сухо прям вот просто соскальзывают и люди стали писать в комментариях что есть такая проблема после чего и митек это уже набор для моей супруги его не распечатывал пускай сама распечатывает после чего они решили сделать вот такую вот фишку я еще самых не одевал вот только-только пришел с почты сейчас вытащим пока есть звуковая пауза у меня соседи делают ремонт я думаю поскорее попытаться снять вот как это дел как это все будет выглядеть я сейчас тоже пытаюсь сообразить в принципе наверное нет разницы левого уха правого х или есть не здесь подписано левое ухо правое ухо окей давайте вставим это все мне сейчас сама в тренажерку идти после обеда и я поза одно протестирую их расскажу как они будут себя вести так она силиконовая почему-то когда смотрел на сайте представлял что это какой-то пластиковый будет крепеж но нет он силиконовые так вот так вот мы надеваем это все на картинке конечно было посимпотнее но все я надел попробую надеть на правое ухо так и по ощущениям очень даже не пол а вот какой прикол я понял она я потом покажу на монтаже она висит таким образом что я пытаюсь его снять и если она выпадывает из уха она просто фиксируется ну это чем-то напоминает резинку то есть нормальный крепеж крепеж себя оправдал крепеж нормально только я думал что он пластиковый он оказывается силиконовый касаемо самих наушников сколько они живут от одного заряда 3 часа 20 минут я здесь специально приложу снимок я проводил тест я получается запустил музыку и до последнего гнал на максимальной громкости эти наушники сколько они выдержат при подключении к андроиду сами наушники вот если сравнивать с самым наверно главным конкурентом это apple earpods у меня была возможность попробовать оригинальные наушники два парня у нас в качалке носят с собой earpods в отличие от earpods здесь нету программирования здесь обычные физические кнопки левая кнопка правая кнопка это кнопки включения если подключать к айфону то кнопка будет работать как кнопка именно наушников айфона то есть один раз пауза два раза трек следующий три раза трек назад удержанием сработает получается siri это по левому наушнику право наушник не активен в случае с андроидом точно такая же ситуация вы подключаетесь но касаемо плеера это только play либо пауза и долго удержание вызывает ассистента google то есть в принципе если плеер не поддерживает двойные нажатия трехкратные нажатия то стандартный плеер не поддерживает функцию следующий трек предыдущий трек как они работают не знаю заряжена они или нет давайте проверим первое сопряжение делается следующим образом удерживаем пока они начнут светиться они светятся красным скорее всего они да они сейчас будут подключаться так вот они мигают сейчас я возьму их надену левый канал правый канал да вам в наушниках говорится что они подключились но то что этот мигать красным это значит что он сейчас сядет вот еще такой забавный факт что левого наушник всегда садится быстрее правого это связано с тем что левый наушник главное по сути когда вы подключаете наушники телефону вы подключать именно к левому наушнику если него наушнику нас потеряется или сломается с правым вам делать нечего второй момент кроме музыки они можно разговаривать причем разговаривать очень даже неплохо опять же разговорный микрофон находится в левом наушнике то чтобы справа отверстие технологическая не знаю для чего она она была и в предыдущей версии, но всегда разговор идет через левое ухо. То есть, в принципе, через левый наушник. Наушники у меня много раз падали. Ну, честно могу сказать, очень много раз падали. Они ни разу у меня не ломались, не повреждались. То есть, работают очень хорошо. Заряд, я говорю, держат 3 часа 20 минут. Но есть один момент. Вот это вот нанесенная сверху краска, вот это вот покрытие. Это вроде бы как дополнительный корпус, но у него другая фактура. И на предыдущих наушниках они у меня были черные. Черный цвет получается с красной окантовкой. Так вот, на черном цвете очень хорошо видно, как эта красная окантовка облазит. То есть, она именно стирается, трется обо что-то. И вроде как я их ношу очень аккуратно. То есть, я их ношу только на тренировку. Складываю в док. Выбираю в сумку. А в сумке они находятся в чехле. Ну, что-то вроде такого чехла, только чехольчик побольше. И все равно каким-то образом у меня здесь появились потертости. В ушах они лежат идеально. То есть, в принципе, я в них слушаю музыку, подкасты. Прям вот супер. Даже в зале очень хорошо кто-то звонит. А вот, кстати, если кто-то звонит, нажав на левый наушник, вы отвечаете на вызов. Нажав на правый, вы кладете трубку. Ну, вот есть такой тоже момент, очень интересный. И касаемо действий. Есть инструкция, как подключить к какому девайсу. Инструкция, кстати, наверное, есть на английском. Да, инструкция на английском. Я просто даже первые наушники, когда получил, я инструкцию не читал. Давайте покажу вам док. Как работает док. Ну, понятное дело, кабель вы заряжаете, подключаете к источнику питания, адаптера нету. Здесь положение ON-OFF. Мы делаем положение ON. Загораются красным цветом. И начинают заряжаться. Здесь зарядка магнитная. То есть, мы видим здесь коннекторы специальные. Просто подносим, ну, даже вот так вот. Все, они держатся. То есть, все на магнитах. Это очень, очень прикольно. Вот. Ну, то, что оно, мы видим, отходим. Это отходит контакты, оно тут же встает на место. Вот чуть-чуть я приподнимаю. Оно не заряжается. Отпускаю. Магнит коннектится. Ну, и здесь они, получается, вот так вот продавливаются. То есть, это все, как бы, там конструкция такая, что она двигается. Ничего не сломаете. Все очень здорово. Зеленый цвет. Вот здесь плохо может видно. Здесь зеленый цвет. Я сейчас, наверное, свет выключу. Вы просто заметите. Вот здесь видно зеленый цвет. Когда зеленый цвет, это означает, что док заряжен. И, собственно, заряжает сами наушники. И вот такой момент. Когда садится док, он светится красным цветом. Когда заряжаются наушники, у них красный цвет гаснет. И они горят синим. Ну, вот тоже такой момент. Я не знаю, кстати, чем это отличается. Давайте потихоньку посмотрим, что жена заказала. Какой цвет у нее. Мне просто интересно. Так, просто гляну. Мне вот все интересно. В зависимости от версий, будет отличаться подсветка? Потому что у матери вообще синие. А, у нее черное. Прям вот просто черное. Не, я не люблю так, когда что-то черное. Я люблю, когда яркие цвета. То есть, у меня даже телефон желтого цвета. Ладно. Ну, в общем, и целом, я рекомендую. Касаемо, в сравнении с, получается, Apple EarPods. Вот. EarPods круче в том плане, что у них сенсорные панели. То есть, мне друзья объясняли, показывали, как они на iPhone программируют под различные действия. Второй момент. Вы снимаете EarPods, и музыка останавливается. Ну, то есть, прям прикольно. Она в холостую не работает. Заряд аккумулятора не тратит. Эти наушники громче. Вот эти наушники громче. Касаемо качества звука, это все очень субъективно. Мне и как понравились Apple EarPods звучат. Мне включали какую-то песню такую. Я не знаю, там, Орел, Решка. Орел, Решка. Что-то там. Ну, какая-то. Я такое не слушаю, но суть в том, что звук был реально такой живой, хороший. Прям слушалось очень классно. Но чувак скачивал трек с iTunes. Я так понимаю, с iTunes он просто скачан и был в хорошем качестве. Вот. Касаемо того, что я слушаю, я обычно слушаю рок, металл. Ну, кто смотрит канал, давно знает. И прямо в этих наушниках замечательно. А подкасты слушать, так вообще одно удовольствие, потому что они ничего почти не весят. Ну, то есть, я не знаю, с чем даже сравнить. Но, наверное, даже Рафаэлка будет по весу побольше, чем вот этот вот наушник. То есть, ну, очень легкие. Вот такая вот посылка. Все-таки беру четвертую штуку, поэтому думаю, ну, стоящая вещь, надо все-таки рассказать. Потому что вот уже полгода как юзую, очень доволен этой продукцией. Ну, и вам, ребята, желаю тоже купить их и пользоваться в свое удовольствие. Всем пока и до скорой встречи. С вами был Владимир. Посылок сейчас будет очень много. Все аккуратно подходит к Новому году. Я постараюсь как-то укомплектать все видеоролики, чтобы вам было интересно смотреть. И не было слишком много распаковок. И все это, получается, комбинировалось с видеообзорами, приложением, игр и прочего. Пока и до скорой встречи. Увидимся.